всем привет добро пожаловать на мой канал меня зовут александра это канал о вязании сегодня будет такое непривычное для моего канала видео формате руки в кадре и еще тут у меня шапо вяжется в кадре уничтожая активно этот прекрасный и зеленый а-ля твит который на самом деле кашемир меринос и вискоза сегодня специально посмотрела состав потому что уже забыла с момент начала вязание ну и для антуража положила такую книжечку это маргарита максимова всем известный я думаю азбука вязания 90 и 92 год издания это у бабули я нашла книжку не держал еще в руках и в бумажном варианте то есть я видела только в электронном варианте вот так она выглядит бумажном варианте с иллюстрациями цветными класс вот положила ее просто для красоты сюда в кадр чтобы не только руки мельтешили а еще какие-то клубочки тут симпатичные нарядные были так зачем я села записывать это видео на самом деле сама не знаю я просто хотела с вами поделиться какими-то своими новостями вязальными и около вязальными ютубовскими поэтому кто хочет повязать в моей компании оставайтесь со мной так я завершила свой свитер дефис туника дефис такое немножко развратное платье пряжа вот у меня осталось как раз я хочу превратить остатки пряжи в комплект шапка и перчатки шапка то уже очень скоро свяжется а вот когда свяжутся перчатки если честно не знаю но надеюсь что мая мая ну либо крайний срок уже в июне и думаю что это превратится в комплектик озорной зелененький анатомическим регланом я в том свитере дефис траляля я осталась довольна я по нему запишу видео постараюсь в ближайшее время надеюсь что все сложится и удастся и расскажу как я что там рассчитывала на что обратить внимание но так в общем и целом я осталась довольна то есть мне понравилось как это выглядит и там знаете даже если не прям математические расчеты проводить а просто опираться уже на знания полученные из этих расчетов то реглан реглан действительно сидит лучше и хоть сейчас и есть еще специалисты вязальщицы которые уверяют что анатомического реглана природе не существует есть просто реглан но тем не менее такой реглан он все равно анатомический назовем его так да все таки он сидит лучше и аккуратнее как-то интереснее поэтому на самом деле рекомендую попробовать не бойтесь посмотреть сейчас уже на ю тубе начали развивать уже эту тему наконец слава богу аллилуйя и хорошо что эта тема продвигается потому что раньше все таки именно за какую-то анатомичность за хорошую посадку отвечали исключительно сшивные изделия а сейчас уже можно либо сверху либо снизу связать изделие который будет хорошо классно сидеть и это здорово я этому очень рада потому что я люблю вязать изделия целиком не так комфортнее приятнее круто что есть такие специалисты у нас в вязальной сфере до которые все это придумали рассчитали и что что если уже это рассчитаешь что ты сможешь вязать классный сидящий реглан это здорово все по реглану я думаю что все рассказала пока потому что наглядно его показывать сейчас не буду там уже более подробно буду другом видео ним рассказывать что еще из процессов у меня на самом деле осталось только косыночка которую я показывала уже где ее показываю я показываю либо я ее видео показывала да как раз последнее видео с процессами это точнее показывала то я платье сейчас это уже стала косыночкой потому что я поняла что старая стала и на 2 миллиметра вязание движется ну очень очень медленно еще почему-то я так петли затягиваю сильно двойки сейчас не знаю почему и в общем очень медленно все шло процессе вязание еще выяснила что у меня горловину какую я хотела делать меня получается слишком узко она просто через голову не будет пролезать то есть надо делать как-то это с полочками планочками и это меняла рушила всю концепцию мою вязание конкретно вот этого вот платья и поэтому я решила была не была распущу свяжу косыночку в идеале мило связать их несколько нужно связать до конца апреля поэтому посмотрим на самом деле просто нахожу себе отговорки что не захотелось мне вязать это платье потому что я соразмерила масштаб работы как у меня как у меня ким темп у меня все это продвигалось это сколько мне нужно успеть связать и поняла что я просто не успеваю не успею и это будет грустно потому что если к определенному сроку я бы не успела то это печаль поэтому будут косыночки вместо платья косыночка и еще что-то посмотрим что еще и этот шейный платок из альпаки силу ваш от я довязала в готовых работах ее покажу потому что я еще и не постирала и не спрятала хвостики все и надо мне и взвесить но получилось очень даже неплохо я переживала что будет совсем грусть но в готовых работах видео все там расскажу все о вязании все рассказала теперь переходим к около визуальным новостям я я прошлом месяце готовилась уже праздновать свой год жизни на youtube обрадовалась такая думаю окей уже пора время настало помню что 28 числа начало зимы так не выяснилось что год все-таки исполнится только 28 марта то есть собственно до года я еще не дожила и случилось у меня в итоге перед этим празднованием годовщины кризис первого года жизни на youtube хорошо так меня загрузила даже не знаю почему и на тему чего просто я посмотрела несколько видео потом пролистала instagram ленту и как-то вот знаете сама придумала сама обиделась сама себя накрутила и даже не знаю на что то есть нет я примерно знаю что вообще произошло но закончилось все это просто тем что я удаляю канал я не хочу ничего знать не хочу вязать заберите мою пряжу заберите мои спицы я ничего не умею я вообще уродска вяжу и так далее как у меня язык ворочается и я могу вообще что-то рассказывать на ю тубе есть люди которые делают все намного лучше меня и и что вообще здесь делаю зачем мне все это зачем в общем ну вы поняли да я думаю в каком ключе это все происходило и настолько так меня хорошо это переклинило несколько дней я просто не могла заходить в инстаграм мне прямо я просто смотрел на ту иконку и думала нет палец у меня не поднимался нажать туда и по спролистать ленту потом как-то вроде по отошло я поняла что я все-таки просто себя накрутила до невероятных масштабов и все на самом деле в жизни хорошо и нечего так сильно переживать и расстраиваться и уж точно накручивать себя по каким-то таким странным поводом все отлегло в общем сейчас не могу сказать что я прям вошла в рабочий ритм и я боюсь взять какие-то узоры я вижу лицевую гладь потому что она отражает какую-то стабильность и спокойствие она меня умиротворяет поэтому мне сейчас в основном проекты лицевой гладью что у меня нет у меня еще узорчик крючком идет ну тоже такой уже стабильный узорчик который вызывает мне умиротворение все тоже а так конечно не могу сказать что меня прям до конца отпустила то есть какие-то нотки сомнений и волнения еще есть присутствует непонятно почему и в общем это странно поэтому когда я писала план видео которое я планировала записывать на как раз год каналу у меня там знаете единороги бабочки летали там радуга еще что-то все такое красивое сейчас когда у меня жесткий диск полетел я даже не знаю вообще стоит ли записывать это видео буду там рдать в кадре хочет я смеюсь все не о том ну ладно в общем думаю что все таки нужно записать это видео посмотрим не известно же еще сколько у меня канал будет вообще жить и надо все но какие-то свои умозаключения наверное поделиться ими с вами этими умозаключениями и может быть будет полезно тем кто только думает открыть свой канал потому что но сейчас благо на самом деле я вот этому очень рада то что сейчас очень много появилось рукодельных именно каналов то есть только открыли девочки канал это очень круто потому что сколько уже можно рассказать кремах для лица и так далее почему бы не рассказать о вязании новых книгах о новой пряже тем более пряжи вообще невероятное количество на самом деле за всю свою жизнь все равно всю пряжу не перепробуешь даже если там не знаю будешь только из бобины только из моточной вязать все равно у тебя тебе временных ресурсов не хватит даже не знаю сутки напролет вяжи все равно все не перепробуешь поэтому круто что сейчас появляется очень много рукодельных каналов и не только вязание ну я интересуюсь только вязанием каналы о вышивке допустим я не смотрю и помню даже не смотрела никогда нет не смотрела то есть меня интересует исключительно вязание я только поведено вязание ориентируюсь поэтому всем девочкам кто только открыли свой канал всем удачи чтобы все складывалось как вы задумывали чтобы были темы для видео чтобы было много просмотров чтобы росли росло количество подписчиков и качественно росло самое главное чтобы это были люди которые с вами на одной волне так что еще хотела рассказать еще ко мне едут спицы ко мне едет много спиц и ко мне едет много пряжи потому что кризис кризисом и это у меня видимо выразилось в том что и вязать там не нечем и вязать там не нечего и поэтому надо срочно покупать новые спицы и срочно покупать новую пряжу поэтому едет ко мне много пряжи едет ко мне много спиц и еще часть спиц я все-таки не докупила то есть хия хия вот эти я жду 15 числа на 15 числа будем с девочками заказывать их поэтому еще вот хия хия скоро ко мне когда-то рванут надеюсь они быстро доберутся поэтому если я все-таки решусь то я запишу видео с покупками с приобретениями если мне не станет стыдно потому что я уже мужу сказала что я спустил уменьшенное количество денег на спицы и пряжу он спросил сколько но я не ответила поэтому не знаю не знаю пусть это меня вообще домой после этого потому что сейчас мы у бабушки в гостях вот пусть это меня домой или просто мои бобинки будут распродаваться не за не попадая ко мне домой ну ладно но зато на канале появятся обзоры на эти спицы и про по пряжи я тоже подробно буду рассказывать но по пряжи конечно уже когда будет все связано будет изделие какой-то связанные из них но я прям покупаю уже под проекты и то есть у меня все это должно достаточно быстро вязаться из до лета должна управиться ну или в начале лета все будет завершено все наболталась у меня там уже все просыпаются поэтому спасибо большое всем за внимание всем удачи ровных петелек до встречи новых видео надеюсь что с вами очень скоро увидимся пока пока